Сегодня, как и 29 лет назад, члены Советов территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей разных микрорайонов курорта и сельских территорий. Таких органов местного самоуправления на курорте – 80. Общественников поздравили глава Сочи Алексей Капогородский и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. «Спокойство в любом городе важно, когда местное самоуправление работает на самом высоком уровне. И градус напряжения любого района, любой территории, он отслеживается именно руководителем органа ТОС и всем, кто находится сегодня в системе территориально-общественного самоуправления. Огромные вам слова благодарности за каждый дневный труд. Мы знаем, чего вы делаете, мы знаем и понимаем, какие сложности есть, что перед каждым из вас стоят, какие задачи от всех местных жителей. И, естественно, на каждом сходе граждан, на каждом приеме, все депутатские группы города, законодательного собрания, края Государственной Думы очень серьезно на вас опираются». «Вас, уважаемых людей на своей территории, в аулах, в селах, в микрорайонах, можно увидеть везде. А везде там, где требуется помощь нашим людям, где нужно подсветить какую-то проблему. Поэтому вы и на приемах граждан принимаете участие, выясняете, вы поздравляете юбиляра, вы помогаете семьям, вы говорите, что необходимо сделать. Поэтому спасибо вам за взаимодействие, спасибо вам за ваши беспокойные сердца, успехов всем нам в работе, в развитии нашего города. С праздником, дорогие!» Общественное местное самоуправление зародилось в Сочи в 1994 году. Тогда на курорте создали три первых ТОСа. Ими были Мамайка, Донская и Заречный. Теперь их, как было сказано, уже 80, а скоро добавится еще пять. И городские власти, и общественники считают, что разделение крупных микрорайонов на несколько ТОСов позволяет более эффективно решать проблемы горожан. К примеру, благодаря совместной работе ТОСов и местных администраций в селе Верхнениколаевском проведен капремонт линии электропередач и установлены две трансформаторные подстанции. Запланирована газификация села Измайловка. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство газопровода. По мнению всех участников торжественного приема, конструктивный диалог власти и представителей ТОСов крайне важен и необходим. «Проблемы, конечно, решаются. Выстроены напрямую у нас взаимодействие с администрацией города, района, с депутатами нашего округа. То есть идет напрямую взаимосвязь. А это самое главное в нашей работе». В этом году паспорта ТОС, куда внесены все пожелания жителей по развитию микрорайонов, были оцифрованы и находятся в свободном доступе на сайте администрации города. Это позволило сделать работу по выполнению этих наказов более удобной и прозрачной. Ежегодно в паспортах содержится около 2000 пунктов по благоустройству и модернизации. Процент их выполнения по итогам года всегда превышает 90%.